Когда ты видишь, что твой ребенок не дышит, ты на панике, ты не понимаешь, что тебе делать. Я помню, я просто кричала, плакала. У ребенка рвота, его тошнит, у него понос. Папа Матвей отказался от своего сына. Честно, мы не верили. Мы думали, что он не верил. Я собрала сумку и решила Матвея отдать детский дом. Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, вы на канале Добрый Волшим. И сегодня я вам хочу рассказать историю, как мы навестили замечательную маму Дашу и ее не менее замечательного сынишку Матвея у них дома в Краснодаре. Они только недавно прилетели из Израиля, где Матвей проходил лечение, на которое мы с фондом Алеши и с вами, с людьми с большим добрым сердцем, собрали крайне необходимую и очень большую сумму. И, кстати, Даша мечтает стать самым настоящим блогером. Для того, чтобы помочь Даше в осуществлении мечты, мы приготовили ей подарок. Настоящую, профессиональную фотосессию. А что из этого получилось, вы увидите прямо сейчас. Итак, друзья, садитесь поудобнее, заварите чаек и смотрите внимательно, не моргая. Будет очень интересно. Заходите, да, ну ничего страшного. Даша, это тебе с Матвеей. Ну раз он спит, он проснется, и я ему скажу, что это вы подарили, вы привезли. А, спасибо! А-а-а-а! Ничего себе! Спасибо большое! А как Матвей себя чувствует? Хорошо. Это же вы уже сколько прошло времени? Месяц ровно, конечно же. Вернее месяц, да. Здравствуйте, я Лышова Дарья. У меня сын Матвей Лышов. Ему один год семь месяцев, и у него генетическое заболевание, мукополисахаридоз, первый тип, синдром Курлер. Мы прошли лечение, Матвею сделали пересадку костного мозга, и сейчас мы на пути к выздоровлению. Когда мне было два года, мою маму убили. Ее убил сосед. Она после работы поехала не домой, а поехала к этому соседу. У него там была как дискотека, какая-то тусовка. Они были пьяные оба. Вот он позвал ее в лес, там у нас рядом был лес, недалеко. Взял с собой нож, водку, и он ей одиннадцатый на живохранение сделал. Одиннадцатая была в сердце. Мне было тогда два года, сестре было три. Нас забрали, как помню, через пару дней прямо за нами. Приехали, как узнали об этом всем. Нас отвезли в детский дом. Там мы пробыли год, и нас забрали приемные родители. Там была одна воспитательница, и она вот говорила мне, что вот они плохие, они будут вас бить, не едьте с ними. И когда приезжали к нам приемные родители, я страшно их боялась к ним идти. И когда они приехали второй раз нас забрать, эта воспитательница завела меня в туалет, как помню. И говорит, не едь с ними, тебе там будет плохо, тебя будут бить, тебе там не понравится. И я прям с истериками уезжала с детского дома. Почему-то вот такой страх у меня был. Нам очень повезло с сестрой. Мы попали в хорошую семью. У нас появились папа, мама, сестры, братья. У нас огромная семья, у нас 18 детей. Трое родных, 15 приемных. Кто уже замужем, кто куда улетел, кто где живет. Но мы все равно стараемся поддерживать это общение. Родители всегда приучали нас к труду. Ты вот проснулся, ты должен пойти накрыть на стол, убрать. Потом везде все в комнате, на кухне, в коридоре, в ванной. Или когда мы учились, тоже приходишь с учебы, кушаешь и убираешь свою территорию. То есть мы менялись. Сегодня кто-то убирает кухню, завтра кто-то в ванну убирает. И вот ты приходишь, убираешь свою территорию, и ты свободен. Ты можешь делать, что хочешь. Я пыталась найти своих кровных родственников. Мне было 18 лет, и мы нашли папу нашего родного. И мы с папой виделись два раза. Он был постоянно пьяный. И когда я пыталась его найти, как-то увидеться, позвонила бабушке. Она сказала, что он уехал со своей женой. И сказала, что мы ему не нужны. Он вообще сменил номер, то ли заблокировал, я не знаю. И бабушка тоже, когда я позвонила и сказала, что вот я родила, у тебя есть правнук. Она сказала, что мне не нужен этот ребенок, и тебе он тоже не нужен. Либо делай аборт, либо я для тебя не существую больше. Я сказала, ну раз ты не существуешь, значит аборта не будет. А с кровными родственниками больше никакую связь не поддерживай. Мне было 18 лет, и я встретила свою первую любовь. Мы гуляли, все каникулы. Я тогда еще училась, работала. Потом он приехал ко мне, мы стали жить вместе. И буквально через, я не знаю, через месяц, наверное, через два, даже не два, я узнаю, что я беременна. У меня был страх, когда я узнала, что я беременна. От непонимания, что делать, я же учусь, я работаю, а как дальше жить. Ну вот, больше такой был страх. Я приняла решение оставить ребенка сразу. Я лежала в больнице с токсикозом, беременная, и девчонки другие лежали, к ним приходили мужья, парни, там, приносили что-то, переживали. А ко мне никто не приходил, обо мне никто не переживал, как я, чего я, что я. У человека были свои проблемы, он думал только о своих проблемах. Вот, поэтому мы постоянно ссорились. Никакого внимания мне не уделял, мы постоянно ругались, он на меня всегда кричал. У меня было месяца три беременности, и мы расстались. Когда родился Матвей, у него не прослушивался слух вообще, ни в роддоме, ни через месяц мы пришли, не прослушивалась, ни через три. Я тут стала понимать, что что-то не то, и вообще, когда ему было две недели, он просто сутками кричал, вот, он просто орал. Я не спала вообще, я не понимала, что такое. Я работала в одной семье няней, и я просто спросила, говорю, ты можешь мне подсказать хорошего педиатра? И она мне посоветовала нашу дюдину Александру Юрьевну, и мы пришли, когда к ней на прием, она просто посмотрела Матвея, и она сразу сказала диагноз. Я помню, я сижу у подружки, и мне звонят с Москвы, я понимаю, что это звонит генетик, и у меня вот такой страх, руки трясутся. Я поднимаю трубку, мне говорят, здравствуйте, у вашего ребенка подтвердили, ему копали сахаритоз, первый тип, и больше я ничего не слышала. Мой мир рухнул, я вообще не понимала, что делать. Знаете, я себя жалела, когда вот Матвейн диагноз я узнала, когда я узнала, что нужно делать трансплантацию костного мозга, у меня был такой страх, я просто сидела, плакала, и думаю, почему именно я, почему вот у меня детство непростое, у меня нет родных родителей, у меня приемный. И я вот просто, помню, ревела, сидела и просто говорила, почему, за что я, почему вот такой ребенок у меня, почему я должна через это все проходить. Я была одна, мне было очень тяжело, я была в ужасном состоянии, Матвей просто сутками кричал, я не высыпалась. И я, как помню, на тот момент я собрала сумку и решила Матвея отдать в детский дом, и на тот момент мне казалось, что это выход из ситуации. Я позвонила сестре, говорю, вот, собрала сумку, Матвея, говорю, что в детский дом повезу, она говорит, ты думаешь, тебе станет легче? Я проснулась как будто бы и поняла, что не станет легче, только хуже будет от этого. Я приняла решение бороться за Матвея. Кинетическое заболевание, мукополисахаридоз, ведет вообще к смерти. Но мне сказали, что есть выход, это трансплантация костного мозга. И если сделать трансплантацию, ребенок будет жить, ну, как обычный ребенок полноценный. Если не сделать трансплантацию, то ребенок потихоньку умирает. Я принимаю решение обратиться в фонд Алеша. Собрали нам огромную сумму денег, и мы сделали трансплантацию костного мозга. И Матвей сейчас, можно сказать, здоров. В период подготовки к трансплантации я была собрана. Хоть было очень тяжело, было очень страшно, но я была собрана, я знала, что это спасет жизнь моему ребенку. И поэтому все страхи отходили на задний план, и я была готова. И папа Матвея мог быть донором. Нам сказали, что вот он может сдать кровь, и если он подойдет, он может быть донором. Все, договорились, хорошо, я приду, наступает следующий день, его нет. Я пишу, чего ты не пришел. Он говорит, я посчитала это не нужно. Мне было очень обидно, что папа Матвей отказался от нас, отказался от своего сына, и не согласился ему помочь. Самое сложное начинается после трансплантации, потому что начинает действовать химия. Химия убивает полностью иммунитет, и на 8-9 день у него стали появляться болячки во рту, он не мог кушать, глотать. У ребенка рвота, его тошнит, у него понос, и ты спасаешься только морфином. Пока что-то болит, дают морфин, колют. А у Матвея пошло осложнение, у него был огромный живот, у него очень много воды было в организме, и в легких было жидкости. Из-за этого ему не хватало кислорода, два раза его откачивали, потому что он переставал дышать. Когда ты видишь, что твой ребенок не дышит, ты на панике, ты не понимаешь, что тебе делать. Я помню, я просто кричала, плакала. И когда его откачивают, и говорят, все, все, дышать. Это прям как... Мне подошла доктор и медсестра Лена, и сказали, что... Честно, мы не верили в него, мы думали, что он не выживет за осложнение. Матвей... Я говорю, как вы могли не верить в Матвей? Он уже сильный, он справился. Все три недели ко мне приходили доктора, медсестры. Я спрашивала, как Матвей, потому что я видела, что он на кислороде, он просто лежит, он даже не играет, не сидит, не встает. Я понимала, что не все в порядке, смотря на других деток после трансплантации. Я понимала, что что-то не то им. Я спрашивала, они говорили, паниковать не надо, все хорошо, это пройдет, это лечится, все нормально будет. Мы прилетели домой после лечения. Матвей чувствует себя хорошо. У Матвея каждый день занятия с логопедом, и ЛФК, массажи, плавание. Это все, чтобы выровнять его спинку. Логопед, чтобы он научился жевать, потому что ему вот год и восемь будет, а он еще не умеет жевать. Иммунитета у него нет. Только через год он начнет появляться после химии. Нельзя в общественных местах огромных находиться с ребенком. У Матвея каждый день занятия. И так как они проходят у нас не дома, нам приходится ездить, ездить то в город, то еще. Мы живем на окраине. Нам приходится ездить на такси, так как на общественном транспорте мы ездить не можем, потому что у Матвея нет иммунитета, и любой вирус, любая болячка для него очень опасны. У нас объявился папа Матвея. Первый раз он видел его в два месяца. И вот сейчас с Матвею год и семь приходил папа к нему. Я не стала препятствовать. Это его сын. Если он хочет с ним видеться, то пускай играет, видится, принимает участие в его жизни. Я только за. Мне тяжело с Матвеем одной. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы у меня была семья, муж, чтобы была защита, чтобы мы были как за каменной стеной, чтобы он был любящий. Я вот хочу развиваться, найти себя, чтобы я работала в свое удовольствие. Пока что мне нравится вести Инстаграм. Там можно зарабатывать. Хочу развивать свой Инстаграм, там дальше уже будет видно. А мечта это машину купить и ездить на машине своей. А большая мечта это куда-нибудь отдохнуть, слетать. Я решила, что я раскручу свой Инстаграм обязательно. И первые заработанные деньги я потрачу на отдых с сыном. Я представляю будущее Матвея, что он обычный здоровый ребенок. Он ходит в садик, у него друзья, он учится в школе обычно. Я надеюсь, что не будут попадаться ему люди такие, как попадаются мне сейчас. Вот мы даже вчера гуляли на площадке. Подходит женщина и говорит, инвалид, да? Он такой страшненький, что с ним не так что-то. Это очень часто нас спрашивают. Хотя я бы не сказала, что Матвей там сильно отличается от других деток. Мамы, родители, если вы попали в такую ситуацию, что у вас там родились детки не такие, как у всех, не нужно отчаиваться ни в коем случае. Посмотрите на свое чудо, как оно улыбается и боритесь за него. Обязательно будет все хорошо. Сначала будет страшно, но страх уйдет. Все будет хорошо. Друзья, мы по-прежнему сейчас находимся в Краснодаре, в замечательной студии Элис. И мы хотим для Даши с Матвеем устроить настоящую профессиональную фотосессию, потому что Даша мечтает стать блогером. И мы ей хотим в этом помочь. И, пожалуйста, я прошу помочь и вас. Подпишитесь на ее аккаунт в Инстаграме. Мы оставим все ссылочки вот здесь внизу в описании. И напишите ей привет от доброго волшебника. И она тогда будет знать, что вы такой же человек, как я. С большим добрым сердцем вместе мы с вами, одна команда. Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие друзья, подписывайтесь на канал Добрый Волшебник. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и обязательно пишите свои комментарии. А также у нас есть замечательная функция Donation Alerts. Вы можете поддержать наш канал любым удобным для вас способом, независимо от того, где живете. А еще, друзья, хочу вам порекомендовать вот эти вот видео. Уверен, они вам тоже понравятся. Спасибо за просмотр. Всех обнял.